МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале НИКО в студии Сергей Коробков. Через несколько секунд в нашем выпуске. Бодрость без вреда для здоровья. В Калужской области могут ввести ограничения на продажу энергетических напитков. Теоретики и практики. В Калуге прошел семинар по дуальному образованию. Сделать выбор, равняясь на героев. Одному из избирательных участков Таруса присвоено имя генерала Ефремова. Теперь об этих и других новостях подробнее. Регионам финансовую устойчивость. На итоговой коллегии Министерства финансов России калужский губернатор внес ряд предложений по повышению устойчивости региональных бюджетов. Он в частности отметил, что наполнение консолидированного бюджета Калужской области обеспечивается за счет стабильного развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом все более существенной становится отдача от индустриальных парков. В этой связи губернатор акцентировал внимание на важности решения президента о компенсации регионам затрат, понесенных ими на создание инфраструктуры таких территорий. Как сообщает пресс-служба областного правительства, Анатолий Артамонов также подчеркнул, что в решении некоторых вопросов требуется федеральная поддержка. Как пример, отсутствие действующего в законодательстве ответственности работодателей за несвоевременную оплату подоходного налога за зарплату своих сотрудников. Еще более вопиюще, по его словам, случаи, когда не оплачивается труд работников. В Калужской области более 99% в общей задолженности по зарплате составляет долг предприятий, которые были преднамеренно обанкрочены. В этой ситуации, по мнению главы региона, необходимо ужесточить законодательство и установить ответственность собственников предприятий за предумышленное банкротство. Перспективы подготовки кадров для высокотехнологичных производств обсудили участники двухдневного российско-германского семинара. Он проходит в Калуге в рамках третьего кадрового форума. Сегодня круглый стол посвятили особенностям дуального образования в России. Ольга Золотина узнала, насколько эффективно эта система применяется в нашем регионе. Дуальная система образования уже давно заслужила признание во всем мире. Об эффективности наслышаны и все участники семинара. Такая форма подготовки кадров предполагает теоретическую базу в стенах учебного заведения и обширную трудовую практику с ориентацией будущего специалиста на конкретное рабочее место. Так вчерашний студент, получив корочку, уже точно знает, куда сможет устроиться, а предприятие будет уверено в квалификации нового сотрудника. Кадровая стабильность важна как для бизнеса, так и для государства. Сама по себе эффективная социально-экономическая политика основывается на сотрудничестве бизнеса и власти в области развития человеческого капитала. Инвестиции в образование в сравнении с инвестициями в другие формы капитала является наиболее выгодным с точки зрения человека и общества в целом, поскольку приносит достаточно значимый по объему и продолжительный по времени экономический и социальный эффект. У Калужского региона уже есть опыт применения дуальной системы на предприятиях. В 2008 году на базе Калужского колледжа информационных технологий и управления открылся Центр подготовки кадров для автомобильной промышленности. А сейчас в области ведется работа по созданию многофункциональных центров для строительства сельского хозяйства и фармпромышленности. Профессиональные образовательные учреждения региона получили статус федеральной инновационной площадки и всестороннюю поддержку Агентства стратегических инициатив и Министерства образования и науки России. И хотя субсидирование региона в данном случае не предполагается, развитие дуальной системы со временем себя материально оправдает. Субсидирования не будет, однако рассматривается вопрос о субсидировании предприятий, которые работают по дуальной модели. Ну а предприятия, понятное дело, находятся в регионах. И плюс все это, это же не образование ради образования. Это важно именно с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности региона. Соответственно, через год, через два это в любом случае даст эффект с точки зрения привлечения средств в регионы. Семинар будет длиться два дня. После обсуждения возможности внедрения элементов дуальной системы в России, делегации из других регионов познакомятся с опытом Калужской области и убедятся в эффективности системы на примере взаимодействия автомобильного завода и центра подготовки кадров. Ольга Золотина, Алексей Пехов, телекомпания НИК-ТВ. Энергетики могут исчезнуть с прилавков калужских магазинов. Молодые парламентарии выступили с инициативой ограничить реализацию слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков. Поскольку они вредны для здоровья и, как показали контрольные закупки, легкодоступны для несовершеннолетних. Эту позицию разделили и члены рабочей группы, среди которых есть специалисты наркологического диспансера. Причем из-за высокого содержания синтетического кофеина вредны даже безалкогольные тонизирующие напитки. Полномочий на загонодательном уровне ограничить их реализацию у регионов нет. Зато субъекты вправе регулировать продажу спиртосодержащих напитков, к которым относятся и так называемые слабоалкогольные. Прецедент уже есть. В Краснодарском крае продажа таких коктейлей полностью запрещена. Перспектива принятия такого закона, подготовки такого законопроекта, как по слабоалкогольным энергетическим напиткам, у нас есть в полномочиях областного законодательства, субъектового. Поэтому я думаю, что, Василий Леонидович, мы разработаем вместе концептуальные предложения. И уже на следующем заседании рабочей группы мы постараемся уже обсудить тот, скажем, макет закона, который будет вам представлен. Мы знали, что в крымских больницах есть проблемы, но не ожидали, что настолько серьезные, заявил заместитель губернатора Руслан Смоленский нашему корреспонденту после знакомства с ситуацией в лечебных учреждениях Красноперекопска. Накануне вечером в подшефный нашему региону район прибыл автопоезд с гуманитарной помощью. Калужская делегация была удивлена тем, что финансирование местных клиник в разы меньше, чем калужских. Например, если Красноперекопская районная больница в прошлом году на медикаменты получила 400 тысяч рублей, то аналогично ей Держимская ЦРБ – 9,5 миллионов. И объем привезенных калужанами медикаментов и расходных материалов соответствует тому, что крымская больница получала за 5 лет. Я откровенно долго не верил услышанному, пытался найти дополнительные источники, еще что-то. Их найти, к сожалению, не удалось. В общем-то, ситуация выглядит буквально так. Если что-то происходит здесь, так сказать, не дай бог с вами, вы идете в больницу, если вам надо УЗИ, вы покупаете себе гель для УЗИ, вы покупаете себе, соответственно, вот эти вот, идете в лабораторию, покупаете себе вот эти, чем прокалывают палец, вату, спирт, идете в лабораторию, вам делают анализ крови. Идете куда-то лечиться, вам надо иметь с собой весь комплект лекарств. Ну, конечно, самое грустное, что вчера пришлось увидеть, это то, что в Красноперекопской больнице больные себя кормят сами. У них есть специальная комната для приготовления пищи, они туда идут и сами, соответственно, себя кормят из тех продуктов, которые им принесли родственники. Сегодня калужская делегация продолжает знакомиться с жизнью и проблемами Красноперекопского района, чтобы определить, где наша помощь нужнее и где можно наладить сотрудничество. Помогут крымским коллегам и сотрудникам пенсионного фонда. Отделение ПФР было создано в республике в начале апреля. Сейчас идет формирование новых баз данных. Как сообщает пресс-служба ведомства, наши специалисты будут выезжать в Крым, чтобы помочь коллегам в одном из районов Севастополя. Оно обслуживает почти 34 тысячи пенсионеров. В Крым уже отправили первые двух сотрудников из Калуги и Обнинска. О Крыме сейчас много говорят и в калужских школах. В рамках партийного проекта по всему региону проходят открытые уроки, посвященные вхождению полуострова в состав России. В Козельской школе номер 3 к изучению темы подошли основательно, с погружением в историю и архивными видеоматериалами. Репортаж Андрея Степичева. Крым практически единогласно принял решение. Мы с Россией, мы вместе с нашей исторической родиной. Урок новейшей истории по самой актуальной теме. Присоединение Крыма к России в Козельской школе номер 3 решили подробно проанализировать и уже по его итогам дать свою оценку главному пока в 2014 году событию. К вопросу здесь подошли по школьному фундаментально. Начали с подробного изучения местности. Административным центром является город Симферополь. В состав Крыма входит 14 административных районов, 16 городов, в том числе Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Саки, Судак, Феодосия, Ялта. И уже после с головой ушли в историю. Крымский полуостров от неандертальцев и вплоть до событий Великой Отечественной войны. Доклады, рефераты и даже музыкальные зарисовки, патриотически заряженный урок. Это здесь лишь видимая часть айсберга масштабной воспитательной работы. Родина стала больше, а значит и на дереве в школьном коридоре появились новые листья. В художественно-географическую композицию внесли два существенных изменения, и все заметили, что дерево стало значительно лучше выглядеть. Крым теперь действительно наш, и пока многие пытаются только это осознать, здесь уже заполняют информационные пробелы. Если для нас эта информация была ясна и понятна, ну например, сколько, год культуры, сколько было снято в советских фильмах в Крыму, а для ребят сегодня эта информация будет новой совершенно. Так же, как будет новой, узнать про достопримечательности Крыма. Такие археологические находки найдены именно в Крыме, такая величайшая история, но тут хочу напомнить, что история Крыма с историей России связана была всегда, неразрывно. Оборону Севастополя изучали бегло, теперь же на ней основной акцент. Школьникам показали архивную хронику для погружения в тему и подготовили доклад для яркости восприятия. Моряки Черноморского флота, жители города, организованы в Сталине за защиту Севастополя. По решению городских организаций, штаба Черноморского флота, воины, гарнизоны и севастопольцы в сжатые сроки к 1 ноября 1941 года возвели вокруг Севастополя три рубежа обороны. Владислав Марыкин детали обороны Севастополя начал изучать сразу, как только узнал, что город стал новым субъектом Российской Федерации. Он говорит, что был поражен героизмом местных жителей, которые проявили стойкость в 1941-м, но не меньше его удивила их настойчивость уже в 2014-м. Историческая справедливость, по его мнению, восторжествовала. И он искренне рад, что стал тому свидетелем. Я рад, что Крым и Севастополь присоединились к России, потому что должны были давно вернуться уже в Украине, и им нечего было делать. Ну, я рад очень, что и Крым, и Севастополь были присоединены. Мы вместе, мы сильнее и теперь одна страна. Геополитический урок закончился без выставления оценок, но в позитивном ключе. Присоединение Крыма единогласно было признано шагом правильным. И это даже несмотря на то, что теперь к урокам географии добавится еще одна тема. Дорогие мои, мы вместе, правда? Мы с вами вместе. Мы с Крымом вместе. Мы большая страна. Мы этим гордимся. Мы вместе. Андрей Степич, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО ТВ, Козельский район. Первый именной. Сегодня одному из избирательных участков Тарусы в торжественной обстановке было присвоено имя Героя России Михаила Ефремова. Пункт для голосования расположен в школе номер один, которая также носит имя советского военачальника Героя обороны Москвы. На торжественной церемонии побывала Ирина Сидорова. Впервые выразить свою гражданскую позицию им предстоит еще не скоро. Однако на торжественном открытии избирательного участка Тарусские школьники аплодируют от души. Каждое событие, связанное с именем генерала Михаила Ефремова, здесь привыкли воспринимать всерьез. Его история в письмах и фотографиях бережно хранится в школьном музее. Его внука, полковника запаса Вячеслава Ефремова, на каждом празднике ждут как самого дорогого гостя. На удивление, но знают. Если сейчас многие и взрослые дети не знают о том, что такое Отечественная война, кто с кем воевал, то в этой школе дети знают многое. Это очень радует. Новость о том, что и на табличке избирательного участка скоро будет красоваться фамилия деда, Вячеслав Михайлович принял с гордостью. Современной молодежи есть чему поучиться у отважного земляка. Когда армия Ефремова уже находилась в окружении, за командующим неоднократно высылали спасительный самолет. Однако военачальник отказался бросить своих солдат и до конца не сложил оружие. Свой последний патрон он также истратил по назначению, выбрав между жизнью и честью последнее. Пример такой, как Михаил Григорьевич Ефремов, как его солдаты, которые не сдались, на которые громадные силы фашисты бросали, и все равно они шли, не отступали. Вот это тот пример, который мы должны все время ребятам доносить. И они должны в своем сердце хранить. Сделать правильный выбор в мирное время порой бывает даже сложнее, сочли в областном избиркоме. В своем решении присваивать участкам имена тех, на кого стоит равняться, только утвердились. Однако, чтобы момент наречения не потерял всей значимости, такой возможностью решили не разбрасываться. Это, в принципе, не должно быть, конечно, поголовно, что все участки 900 с лишним будут называться тем или иным именем. А именно выбирать, вот как сегодня символично, что и земляк, и человек, который на самом деле, ну, подвиг, который совершил, не всегда, как говорится, поддается разуму. Жуков, Цолковский, Паустовский – немало великих имен из самых разных сфер неразлучно связаны с историей Калужской области. Выбор будет сделан в пользу самых достойных. На данный момент комиссия уже рассматривает ходатайство Медынского района. Ирина Сидорова, Михаил Андросов, телекомпания НИКТВ, Таруса. Сегодня в районе двух часов дня на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на пешеходной части улицы Театральной. Как оказалось, на месте горит бесхозное помещение, пристроенное вплотную к офисному зданию. Возгорание было локализовано и потушено за 15 минут. В результате пожара повреждена внутренняя отделка и кровля. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. В результате пожара пострадавших нет. К ликвидации последствий было привлечено 23 человека и 6 единиц техники. Помогают найти свое место в жизни. В Сухиничах состоялась ярмарка учебных и рабочих вакансий. 11 учебных заведений Калужской области и 8 предприятий района старались привлечь не только будущих специалистов, но и временно нетрудоспособных жителей района, нетрудоустроенных жителей района. Рассказывая об имеющихся вакансиях, социальных льготах и перспективах, некоторые вузы представляли сами студенты, охотно рассказывавшие о своей активной вузовской жизни. Каждый желающий мог получить буклет той или иной организации, выполнить предлагаемые вакансии. Я хочу узнать побольше профессий новых, которые не знали когда-то. Ну, хочу подумать, на какую профессию мне надо обучиться в будущем. Хочу узнать, что надо на нее, например, сдавать, что ли, какие предметы нужны для нее. Я пришла посмотреть, какие есть вакансии в нашем городе, какие институты, чтобы, возможно, поступить туда, или просто узнать, что есть в нашей области. Калужанам предлагают поздравить ветеранов по почте. В регионе стартует всероссийская акция «Благодарность земляков». Она приурочена к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подписать праздничные открытки ветеранам можно до конца месяца. Для сбора поздравлений в почтовых отделениях установлены специальные ящики. Открытки участникам войны будут торжественно вручать вместе с письмами президента к Дню Победы. Всероссийская акция «Благодарность земляков» проводится третий год подряд. В 2013-м почтальоны доставили ветеранам и труженикам тыла более полумиллиона поздравлений. В заботе о правах трудящихся в Бобынино профсоюзы провели совещание на тему соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда. Предварительно изучили ситуацию на местных предприятиях. О результатах Андрей Ткачев. Проверки подверглись все предприятия Бобынинского района, имеющие профсоюзные организации. Специалисты оценили соблюдение прав работников. Самое главное в работе профсоюзных организаций, чтобы человек был бы социально защищен. Социальная защита, в первую очередь, идет через коллективный договор. Могу сказать следующее, что там, где есть профсоюзные организации, вот конкретно по вашему району, в этих организациях 100% наличие коллективного договора. Профсоюзы активно сотрудничают с Министерствами труда и здравоохранения, прокуратурой, фондами социального страхования и пенсионным. Ни одна организация Бобынинского района не отказалась от соглашения о минимальной заработной плате. С 1 мая она не должна быть меньше 7 716 рублей. Трехстороннее соглашение между работодателями, профсоюзами и областным правительством содержит ряд конкретных обязательств. Индексация зарплат, предоставление рабочих мест подросткам, а также сведение уровня иностранных работников до 5%. Именно профсоюзы выступают вот этой вот такой демпфирующей, скажем так, гарантией безопасности для нас, для всех. То есть и для работников, и для работодателей. И всегда именно профсоюзы принимают на себя основной удар в решении каких-то конкретных вопросов. Проверки подверглись 9 организаций Бобынинского района. Оценивались условия охраны труда и ведения документации. Практически все прошли проверку без серьезных нареканий. Но были и отрицательные моменты. Например, несколько организаций не направили результаты аттестации рабочих мест в Государственную инспекцию Калужской области. Например, если взять, что нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда или ее непроведения, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц от 60 до 80. Но такие штрафы вступят в силу с 1 января 2015 года. Поэтому у предприятий еще есть время исправиться. Андрей Ткачев, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ. Юбилей мирового масштаба в этом году в Обнинске отметят 60-летие первой в мире атомной электростанции. Какую программу к этому событию подготовит в Новокограде, сегодня в прямом эфире расскажет глава городской администрации Александр Авдеев. Обсудит в программе главные и другие не менее значимые темы из жизни Обнинска. Уборку города и вывоз мусора, ремонт дорог и строительство парковок. Телефон прямого эфира 557799, начало в 20 часов. Ну а сейчас новости спорта с моим коллегом Николаем Егоровым. Николай, чем удивят спортсмены нас сегодня? Да, бывают даже чудеса иногда, особенно в футболе. Футбольный клуб Калуга не выходил на поле накануне, но взял свои три очка и добился уверенной победы с очистом 3-0. Так бывает. Об этом через несколько секунд. Футбольный клуб Калуга поднялся на восьмое место в национальном чемпионате. Накануне начались матчи весенней части сезона. Космонавты, не выходя на поле, свои победы добились, так как команды из Старого Оскола больше не существует. А в поединке с калужанами ей записано техническое поражение. В остальных матчах неожиданностей почти не было. Сокол и Факел дома добились ожидаемого успеха. Подольский Витязь минимально победил в тяжелом гостевом поединке. Подолье также со счетом 1-0 одолела локомотив из Лисок. Таблицу все так же возглавляет Сокол. Его пытается догнать Витязь и Факел. Калужане занимают восьмую позицию. Свой дебютный домашний поединок в этом году космонавты проведут в Ваненках. В субботу 26-го числа Калуга выяснит отношения с локомотивом из Лисок. Подошел к концу Кубок Калуги по мини-футболу. В матче за третье место отношения выясняли два импульса. Со счетом 5-2 футболисты из Осинского победили калужане. А в финале за золото бились две самых титулованных команды последних лет. Золотые купола и энергетик. Последние не испытали больших сложностей в этом поединке и добились убедителей победы 6-0. И на данный час у меня все новости. Спасибо, коллега. Далее прогноз погоды, ну а потом программа главная.